Тема ее обозначена «Как стать человеком? Мировоззренческие основы выхода из вредоносной матрицы». Поприветствуем Виктора Владимировича. Уважаемые друзья, коллеги, для меня большая честь выступить у вас. Это действительно мы оцениваем как сегодня один из лучших вузов России, не только в сфере сельского хозяйства. Поэтому я считаю, вам повезло, что вы учитесь и работаете в таком вузе. Успехов вам, в вашей лучшей, наверное, в России области, в Белгородской. Я тему вот так назвал, потому что, знаете, в русском языке есть очень такие тонкие вещи в словах. И вот вы мне можете задать вопрос, что значит «Как стать человеком?» Разве есть такой вопрос? Вторая тема здесь, видите, у меня затронута матрица. Я убежден, что в нашем обществе человеческом, вообще на всем земном шаре, действует некая матрица, которую мы не всегда осознаем. И выйти за пределы этой матрицы могут очень немногие. Я свои лекции обращаю чаще всего и прежде всего к молодежи. И для своего студенчества чаще говорю, ребята, вот мне сложно повлиять на ваших родителей. Я хочу, чтобы изменились вы, а у вас получится изменить уже своих родителей. Так вот, по поводу того, значит, существует ли такой вопрос вообще, как стать человеком. Вот я вам напомню, Владимир Иванович Даля, очень тонкая такая пословица. «Все мы люди, да не все человеки». Это именно то, о чем я хотел сказать. Помните мультфильм был такой «Баранкин, стань человеком». Или Гернард Шоу, он говорит, вот мы научились уже и по воздуху, как птицы, и под водой, как рыбы. Остается только одно – научиться жить на земле по-человечески. И это, вы, наверное, со мной согласитесь, у нас явным образом не получается. Вот именно об этом человеке с большой буквы я и хотел сказать сегодня, прежде всего обращаясь к молодежи. Ну и, конечно, профессорско-предвидательскому составу, поскольку мы работаем с вами с молодежью. Я хотел бы начать, может быть, с Ветхого Завета, потому что, на мой взгляд, Ветхий Завет содержит отдельные фрагменты знаний далекого прошлого, еще до прошлых предыдущих цивилизаций. Вот посмотрите, «Бытие», первая глава, стих 26-27. Здесь вот такая тоже скрыта некая тайна, которую мало кто знает. Вы спросите даже у священнослужителей, как создан человек. Они вам скажут «по образу и подобию Божьему». Вот теперь вы можете сказать, что это не так. И обратите их вот к этим строчкам в Библии. «И сказал Бог, только сказал, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему». А дальше что? 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Нет подобия. И в этом как раз и есть предмет нашей сегодняшней лекции. Человеку от рождения не дается подобие Божье. И вот это стать человеком, это значит реализовать тот замысел, который изначально был у Бога. И это не ошибка, что он чего-то забыл, сказал по образу и подобию, а потом забыл про это. Или это не значит, что он не всемогущ. Просто подобие мы можем или сформировать за время своей жизни, или не сформировать. Вот в чем весь секрет. Вот именно об этом лекция. Потому что вот представьте себе, ребеночек грудной оказался на небитаемом острове, где живут обезьяны, и он там остался. Как вы думаете, через 15 лет кого вы увидите, если окажетесь там? Вы увидите обезьяну. И ни одного признака человеческих поведенческих терапевтов, типа, вы не увидите никогда уже. Потому что все программы человеческие, они запускаются в возрасте до 12 лет. Попал в стаю обезьян, стал обезьян. Попал в стаю курящих, стал курящим. Не потому, что человек родился от рождения склонный к этому, а потому, что есть матрица. Матрица, которая формирует человека вне зависимости часто от его воли. Хотя, конечно же, каждый из нас способен на преодоление вот этого. Ну и несколько слов, поскольку мы в Аграрном музее. И еще тоже по Библии, потому что, вы знаете, сегодня очень много споров. Ну, говорят, человек есть то, что он ест. Это действительно очень многое значит в нашей жизни. Так вот, Библия насчет этого противоречила. И я хочу сказать, что вегетарианцы и мясоеды, они, в общем, в той или иной степени Библии это поддерживаются. Вот смотрите, я вам приведу 28-29 стих. Посмотрите, это тут же сразу за этим стихом. И сказал Бог, значит, наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким скотом. Владычествуйте. То есть, они даны вам в услужение, вот изначально, как говорится. И дал я вам всякую траву, сеющую семя, и всякое древо, у которого плод древесный сеющий семя, вам сее будет в пищу. Видите, какая тонкость для нас-то Аграриев? Сеющий семя. ГМО не дает семена. По Библии об этом сказано. То есть, изначально, допотопная цивилизация оставляла какую информацию? Что в пищу нам дана только растительная пища. Представьте себе землю, которая вот так построена. Вы знаете, что по энергетическому балансу, те корма, которые уходят на крупному рогатому скоту, их вполне достаточно для того, чтобы покормить все человеческое земного шара. Потому что, когда эти корма съедают животные, то выход энергетический максимум 7%. Все остальное в навоз и в загрязнение атмосферы. А вот теперь посмотрим с вами буквально через несколько страниц глава 9. Это уже послепотопная ситуация. Это уже о Ное говорится. И благословил Бог Ное, если оно и сказал. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы. Все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы на них. То есть, понимаете, как-то не по-божески. Пусть они страшатся и трепещут. Чувствуете, какой-то оттенок такой не совсем божественный. А дальше. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как землю травную даю вам всем. Это вот в Библии, там же рядышком. Но это после потопа. А за что человечество свыше было подвергнуто потопу и таким глобальным катастрофам. Не за то ли, что оно как-то в чем-то не соблюдало Божий промысел. Поэтому я не буду касаться темы питания. Это отдельная тема. И я хочу вам одно сказать, что это выбор каждого из нас. Но самое главное, питание должно быть адекватным. Адекватным той микрофлоре, которая есть у вас. И кто детальнее интересуется, академик Уголев Александр Михайлович в 1958 году. Гениальнейшее открытие за номером 15 в реестре научных открытий СССР. Он доказал, что в действительности у человека две системы. Первая, когда вот как традиционно, как у нас сейчас, когда он кормит себя. Вторая, когда он себя не кормит. Он кормит только микрофлору, полезную микрофлора, ее продукты жизнедеятельности. Все то, что необходимо для человеческого организма. То есть витамины, незаменимые аминокислоты, гормоны. Это все способно синтезировать микрофлора. Но ее надо вырастить. Вот в чем вопрос. Поэтому переход с одного вида питания на другое. Это от года до трех в среднем занимает. Поэтому какова же нелепость нынешней журналистики. Я тут буквально, ну не более чем неделю назад на НТВ видел, проводили эксперимент. Одного мясоеда с понедельника посадили на растительную пищу. Одного вегетарианца с понедельника посадили на чисто мясную пищу. Но это же нелепость. Это не эксперимент, потому что он чушь природе человеческой. Это когда вы заменили микрофлору, допустим, вы начали, ну решили так для себя, что перейти на растительную пищу. Но тогда годик надо вырастить новую микрофлору. Вот. Но это так, отступление небольшое, связанное вот с нашей аграрной спецификой. А эпиграфом к моему сегодняшнему выступлению я хотел бы выбрать слова Ивана Антоновича Ефремова, очень серьезный ученый-исследователь. И не случайно он, на мой взгляд, не сам ушел из жизни. Вот. Слушайтесь его слова. Я хочу попытаться, это вот как бы я его слова беру в качестве эпиграфа своего выступления. Я хочу попытаться развернуть картины отравления человеческого общества, мозга человека, всеми видами злых, вредоносных, унижающих, ошельмонывающих, обманывающих влияний с помощью религии, средств массовой информации, вплоть до медицины и спорта. Я хочу сказать о том, что надо предпринять для человека, чтобы уничтожить все фантомы, насилующие природу человека, ломающие его разум и волю. О том же примерно Толстой Николаевич, это были гении, в общем-то, человечества. То, что мы живем безумной, вполне безумной, сумасшедшей жизнью, это не слова, не сравнение, не преувеличение, а самое простое утверждение того, что есть. Почему это делается? Потому что, к сожалению, общество устроено так, что серьезные деньги, они по преимуществу делаются на пороках человеческих. Если порок не привит, если порока нет, но на таких людях не заработать. Поэтому сегодня колоссальные усилия предпринимаются транснациональными корпорациями, чтобы молодежь прежде всего вписать в эту матрицу и чтобы, грубо говоря, потом на них можно было делать деньги. Вот я, например, искренне вам говорю, что я понимаю Толстого, потому что я тоже не могу понять, вот я отношусь к людям, и у меня в семье, там, костяк студентов, нет человека, кто бы в течение жизни сделал хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. И мне действительно абсолютно непонятно, как можно, имея разум, вдохнуть сигаретой сотню ядовитых компонентов, заведомо губительных для здоровья, потом взять и самому же еще за это заплатить. Но если бы человек закурил, ему 100 рублей дали, ну какую-то логику я бы в этом увидел. Но когда человек себя отравил, и он заплатил, ну извините, это выше моих сил вообще понять, это чистое сумасшествие в моем понимании. Потому что, ну вы знаете, вот тараканов когда травят дихлофосом, они же ведь накануне по рублику уже не сбрасываются, правильно? Тот, кто травит, тот и сам решает эти проблемы. Человек же способен тех, кто, а что такое табак, алкоголь? Это подрубание родовой генетики, это опускание конкурента. Страна становится менее конкурентно способной, если люди подсели на... Это все алкалоиды, там никотин, там кока-кола, чай, там кофе, это все алкалоиды. В той или иной степени просто начинать надо с чего-то. Поэтому желательно начать с кока-колы, потом пивко, потом венцо. Вот в чем логика это всего. Поэтому говорят, нет, а я считаю самым опасным напитком, конечно, шампанское. Потому что с водки никто не начинает. Начинают все с шампанского, с пива, дети, женщины. Вот поэтому это самые опасные напитки. Ну, вы знаете, здесь тоже, это не такие уж откровения. Вот я вам привожу слова, значит, академика Арнольда. Ну, он в Америке вот когда увидел это, что там идет очевидное оглупление, значит, обучающихся. Вот. И когда он начал интересоваться этим, то, он говорит, американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры, школьного образования в их стране, это сознательная защита доходов хозяев жизни, экономики потребления. Образование мешает манипулировать населением, как лишенным интеллекта стадом потребителей. Вот, собственно, логика вообще-то. Ну, если вы думаете, что вот это что-то новое, да нет ничего нового. Вот возьмите Ключевского. Он теперь, он говорит, что теперь педагоги разумеют под человеческой природой. Есть только неестественное извращение человеческой природы, культурное животное, одичавший человек. Или я вам хочу сослаться на Ломоносова. Очень важно тоже, мировоззренчики, вот, особенно студенты, я хотел, чтобы вы это поняли. Почему, ребята, я вот особо, я более десяти лет отработал ректором вот Аграрного университета Санкт-Петербургского. И я всегда студентам говорил, у вас две задачи. Первая, это освоить знания технологические, вы должны быть классным специалистом. Но не менее важная, а может гораздо более значимая задача, это состояться в качестве человека. Потому что понять вот смысл, цель жизни, понять Божье предопределение, а как же понять Бога? Я говорю, так, ребята, вот почему вы особыми должны быть? Потому что вы имеете дело с посланием Божьим. Как понять художника, как понять какого-то творца? Надо изучать его творение. А где творение Божье? А творение Божье, это природа. Поэтому вы ближе всего должны быть к пониманию смысла бытия, к пониманию того, как человеком состояться, как и что такое Божий промысел. Слушайтесь, Ломоносова, природа есть в некотором смысле Евангелие, благоествующая громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедует славу Божию. Вот в чем особенность аграрного образования, в том, что мы с вами имеем дело с Божьим посланием. И это не просто слова. Вот я вам приведу просто единичные какие-то примеры из природы. Вот наверху фотографии. Это у нас из Бискавери. Фильм такой показывался. Пчела на юге. На коре дерева появляется нектар. Температура повышенная. Он начинает сбраживаться. И пчела неразумная берет этот нектар и пытается занести его в улей. Нектар, который содержит алкоголь. Что делает с этой пчелой? Сторожевой отряд отображено на этой картинке. Вначале ее метят и сбрасывают с ветка. Если она пытается второй раз эту попытку совершить, занести алкоголь в улей, ее на спинку и перегрызают ей лапки. Полностью перегрызают все лапки и тогда уже сбрасывают окончательно с ветка. Вот что такое развлечение алкоголя как генного оружия на уровне природы. Вот что такое развлечение, любовь к родине, патриотизм, тоска по своей малой родине. Голубь, увезите его за 300 верст от гнезда и он безошибочно вернется на свое место. Вот это то, что мы... Или возьмите, скажем, муравейник. Муравейник, он абсолютно защищен от ламехузы. Ламехузы, которые способны пожирать яйца муравьев. Но какая есть обманка у природы? Ламехуза подползает к муравейнику, на спинку ложится, у нее под лапками алкоголя содержащая сладкая жидкость. Муравьи слизывают эту жидкость и полностью идет дезорганизация муравейника. Ламехуза спокойно его разоряет. Так это разве не пример нам с вами, что такое, естественно, самое главное генное оружие. Вот сегодня мне понравилось, ректор ваш выступал, Александр Владимирович сегодня когда стрелил, он сказал, что мы побеждать должны не на уровне стрельбы, военного оружия, пушек. Нет, мы должны иначе. Мы должны понимать, что есть совершенно иные, более высокие приоритеты воздействия на общество, на людей и позиционирование своего государства в обществе. И вот следующий, это как раз генное оружие. Если мы это не поймем, очень важно еще, чтобы вы понимали роль семьи. Семья и родовая, если угодно, родовая такая энергоинформационная защита, это самое мощное, что у вас есть в вашей жизни. Пока вы вот с родовой линией своей тесно соприкасаетесь, она выступает как эгрегориальная защита. С вами ничего плохого не произойдет, потому что все случайности, они происходят, вот как бы, Анатолий Франц говорил, случай, это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Или Пушкин. Ум человеческий, а дальше говорит, но не дано ему предугадать случая мощного мгновенного орудия проведения. Так вот, от плохих случайностей защитить может только мощная родовая генетика. Поэтому любовь к своему роду, любовь к своим родителям, она, конечно, им нужна, но вам, ребята, она нужна на порядок больше, потому что она обеспечивает вам защиту, защиту вашего родового эгрегора. Закончите вуз, уедете куда-то, никогда не забывайте родителей. Закончите вуз в тот же день, позвоните, они учатся вместе с вами, они также переживают. И вот через всю свою жизнь несите эту любовь к родителям. Это будет вас защищать. Вот главное, что нас ведет по жизни, это наличие какой-то цели, наличие какой-то смысла жизни. И цель должна быть какая-то, вот, знаете, далеко уходящая за пределы самой жизни. Если цель такая, ну вот одна сделала, а потом вторая жизнь неинтересна. Нужна какая-то большая цель. Если цели нет, общество дезорганизуется. И я вам приведу вот такой пример, многое из того, что я говорю, вы можете найти, вот, скажем, вот это, вы можете найти в интернете. Просто набираете, Вселенная 25. И там подробное описание вот этого опыта. В 71-м году еще американские ученые, почему 25? 25 раз проводили один и тот же эксперимент. Создали рай для мышей. Все, что вот идеально. Питание, значит, вода, еда, температура, гнезда удобные, уборка, никаких хищников. Живи и радуйся. Рай. Настоящий рай. Четыре пары заселяют. Каждые 25 раз заканчивалось чем? На определенном этапе, там, в третьем, четвертом, в пятом поколении мыши меняются. Целей нет. Понимаете? Мышь живет, у нее уже куча проблем с утра до вечера. Гнездо, хищники, враги, запасы на зиму, согреться и так далее, и так далее. Ничего, нет заботы. Что получается? В пятом, шестом поколении начинается ганнибализм. Они не едят нормальную пищу, они едят друг друга. Они перестают спариваться, значит, по половому признаку. Начинается вот то, что в человеческом обществе сегодня навязывается гомосексуализм. И в конечном счете они каждый раз все съедали друг друга. То есть происходит то, что мы с вами сегодня видим вот в продвинутой западной цивилизации. Вот это на примере мышей там просто абсолютно четко, ярко проявлялось. И каждый раз, 25 раз, эксперимент заканчивался одним и тем же. Все мыши сжирали друг друга и все погибали. Вот что такое цвет. Значит, как вы думаете? Вот мы читаем в университете свой курс «Мировоззренчики основы. Противодействие наркотизации, экстремизму, коррупции». Вот вы думаете, как наркотизация, экстремизм. А это просто вот так само по себе что-то идет. Запомните, ребята, в природе нет неуправляемых процессов. Любой процесс. Он либо управляем, либо самоуправляем. Но не бывает процессов вот просто так. Так вот, процесс наркотизации, который применяется по отношению к нашей стране, процесс развития экстремизма – это жестко управляемые процессы. В их управление вкладываются огромные средства. Поэтому будущее в 21 веке за теми, кто понимает, что такое управленческая грамотность. Лучшими умами России где-то вот в 90-е годы, на факультете прикладной математики и процессов управления, была разработана достаточно общая теория управления. То есть теория управления, которая в равной мере применима к любому процессу управления. Не важно, управляете вы химической реакцией, космическим кораблем или университетом. Всегда есть семь этапов, которые или присутствуют, тогда это управление, или не присутствуют, тогда это не управление. То есть если вы начинаете переливать из одной пробирки в другую химические вещества, цели не поставив, то это не есть управление. Это просто, ну как бы, шарлатанство. А вот если вы сказали, я хочу получить вот такое-то вещество, а потом начинаете что-то сливать, что-то переливать, то тогда это появляется процесс управления. Но в процессе управления, в общем смысле, всегда есть субъект управления, тот, кто управляет, объект управления, тот, чем управляет. Всегда должны учитываться факторы внешней среды в любом управлении. Должны быть прямые связи от субъекта на объект и обратные. Часто на кабинете вывеска красивая, а вот приводных ремней-то нет. То есть управляют-то другие люди. Кому-то только кажется, что он управляет. Так происходит, кстати, в нашем экономическом блоке, потому что там у нас очень плохо с целеполаганием. Мы вроде там что-то делаем, но мы видим, что происходит не так, как мы планируем, а совершенно иначе. Посмотрите, там вот по 15-му году прогнозы, они все не сбываются на все 100%. То есть никогда прогнозы Минэкономики, Минфина, они не сбывались. Причем не сбывались настолько, что просто фантастика. Ну любой бы школьник, если бы его попросили, он бы написал, может быть, получилось бы более точно. Вот. Значит, с управлением что-то не то. А что такое управление? Вот мне оказалось, что, может быть, студенты аграрного университета, они должны это, может быть, должны понимать лучше. У меня это последняя надежда, потому что вы к Богу ближе. Понимаете, управление, и это азбука, хотя, если вы просто, есть сайт dotu.ru, достаточно общая теория управления, но латинский, dotu.ru, там вся информация детальная, и курс такой у нас читается. Так вот, хотя бы одно понимать, вот, и донести это, а как общество изменится только тогда, не президент это должен решить, и не какой-то там правитель. Это общественное сознание должно измениться. Все мы с вами должны понимать эти процессы. И вот как только у нас появится ситуация всеобщей управленческой грамотности, то дальше невозможно будет управлять и жить так, как мы живем сегодня. Так вот, в соответствии с достаточно общей теорией управления, полная функция управления всегда содержит 7 этапов. И начинается это с выявления фактора, среды, который вам мешает жить, а потом постановка цели и разработка концепции достижения этой цели. Вот что самое главное в управлении. У Пушкина вам объяснять правление начало на правственном было для меня трудом. У нас, к сожалению, вот только то, что черным цветом у меня осталось. Это организация структуры, контроль, коррекция ее деятельности, вот соединить, министерство разъединить, отделы дополнительные создать. Это считается управлением. Это не управление. Это уже следствие, потому что первичны цели и первична концепция. Ну-ка скажите мне цели Центрального банка, вот такие, я имею в виду, общественно полезные. И не очень понятно. А если цели нет, а есть только структура, то это не управление, это шарлатанство. Вот в чем, значит, наша слабость, я считаю, в управлении. Ну, теперь смотрите, вот когда мы говорили о процессе управления, мы с вами видели, есть субъект управления, есть объект управления. Поэтому вы, обучаясь в университете, должны, конечно, очень хорошо знать объект управления. То есть вот этим занимается профессорский преподавательский состав, и это основа ваша, как профессионалов. Но вы же являетесь субъектом управления, и качество управления зависит не только от того, как вы знаете объект управления, но и от того, каковы вы, как субъект управления. То есть если субъект управления не состоятелен, то качество управления Все равно не получится Поэтому Плутарх как-то говорил Ты правишь, но и тобой управят Вот вы четко должны понимать Где же та матрица, которая вами правит Которая вами правит И для этого нужно иметь хотя бы Такое общее представление о том Что такое психика человека Как информационная система У нас с вами по большому счету два блока Ну если очень сильно упрощать У нас есть Винчестер Бессознательные уровни психики Это то, с чем мы появляемся на свет Божий У каждого из вас свой Винчестер Он хранит память всех ваших предков Причем на сотни поколений назад Там все есть обо всем Другое дело, вы что-то можете вывести Из этой памяти, а что-то нет Значит, мощность этой системы В 10-8 степени примерно Превосходит возможности сознания Вот когда я вам что-то говорю У вас все это записывается Это блок оперативной памяти На уровень сознания Потом вы слушаете, слушаете И начинаете засыпать Или лекция неинтересная Или информация уже переполняет Ваш блок записи И человек, вы знаете, вечером едешь за рулем А глаза закрываются Почему? Потому что когда вы смотрите Это все записывается Вы можете каждый кадр Вот завтра вспомнить Как это выглядело Трибуна Как это все записывается Другое дело, когда вы засыпаете Из блока сознания Это все перезаписывается В нижний блок Но когда у вас завтра спросить Ну и что вчера вам там на лекции рассказали У каждого из вас будет свой рассказ Почему? Потому что система перезаписи У каждого своя Вот, поэтому Очень важно понимать Что как стать человеком С большой буквы Это прежде всего Научиться пользоваться Вот этим нижним блоком То есть жить не на уровне Расчетов сознания А пользоваться Интуитивными прозрениями Подсказками души Которые идут с бессознательных уровней психики Когда у вас с вечера возникла какая-то проблема Вы ее, так сказать Сгрузили в свое бессознательное За ночь прошла обработка А там массив информационный Ого-го Какой? И на утро у вас в бессознательном Есть это лучшее решение Для вас на сегодняшний день Но оно-то там есть А как его вывести на уровень сознания? Это большое искусство Это надо тренировать себя Каждое утро нужно просыпаться Вспоминать сны некоторые Сны надо научиться расшифровывать Но они не расшифровываются В общей алгоритмике К бабушке пошел Которая тебе все рассказала Нет У каждого из нас Свой код во сне То есть вы можете его вычислить Только когда будете сны записывать Потом записывать справа А что было в вашей жизни С вами, с семьей, на работе И тогда для вас Вот это и будет код Вода это к деньгам А это еще к чему-то Но это только для вас Для других это не годится Поэтому нужно внимательно сны И внимательно потом Вот тренировать себе это чувство Наверняка вы от мамы слышали Вот душой чувствую Вот сердце подсказывает Это нормально Это даровано от Бога Такое качество любому человеку Душой чувствовать И выводить вот эту информацию Из бессознательного На вот тот самый верхний блок На уровень сознания И вот когда мы принимаем Решения какие-то То мы руководствуемся Разного рода компоненты Психии нашей Включаются для того Чтобы мы что-то сделали Да, вот стоят разные люди Им даешь одну и ту же информацию А действия у них будут разные Почему? Обработка этой информации У каждого происходит по своему алгоритму Так вот Под какими воздействиями Прежде всего находится человек Это инстинкты и безусловные рефлексы То, что есть у любого животного Это условные рефлексы Это обычаи, традиции, привычки Ну почему в Новый год шампанское пьешь? Ну потому что все пьют То есть, ну вот Это обычный ответ Человека, который живет На уровне там рефлексов Дальше интеллект Логическое мышление А потом совесть, интуиция И вот такая внерассудочная информация Которая идет из бессознательных уровней И в соответствии с этим Мы вот подразделяем условно так Типы психики человека Вот человек как появляется на свет Божий И он так вот Сверху вниз проходит эти этапы Ребеночек появился У него чисто животный тип психики Ничего кроме, значит, инстинктов Потом он начинает копировать папу, маму Вот зомби-робот Начинает подражать там, так сказать Окружающим, иногда телеведущих Копирует очень умело Потом он говорит Нет, я не хочу как папа Нет, я не хочу как мама Он себя ставит в центр мироздания Остальные должны вокруг него бегать Это типичный такой демонический тип Строэпсихики И только четвертый уровень Человек, вот о котором я В заглавии своей лекции Говорил вам Человек разумный Это тот, у кого на первом месте Совесть, интуиция Интуитивное прозрение Подсказки души Совесть Это совесть Это то, что согласуется Свестью Божией А стыд А стыд он возникает тогда Когда человек Совершил какой-то Бессовестный поступок Вот поэтому Важно понимать Что человек принципиально Отличается от животного Часто говорят Вот чем отличается человек От животного Ну прежде всего тем Что животное Оно живет В рамках У него нет свободы воли И свободы выбора Животное От рождения Предопределено Кем оно будет Вот собака Она будет собакой И значит Лошадь будет лошадью А вот человек Он имеет свободу воли И свободу выбора В отличие от животного И плюс Для человека характерна Культура Культура это Генетически Ненаследуемая информация Мы можем наследовать Только Значит Потенциал Возможного Освоения культуры Но культура Это то, что накопило Человече Поэтому человек В отличие от котенка Он может учиться У тех, кто жил 300, 200, 400 лет до него А котенок Может учиться Только у мамы кошки Больше ни у кого Вот основные Такие принципиальные отличия Очень важно Для того, чтобы Состояться человеком И чтобы выйти Из общей матрицы Которая нам навязывается Важно Очень четко Разграничивать Два типа потребностей Человека Есть потребности Как мы говорим Демографически Обусловленные То есть Возрастными параметрами И прочее То есть То, что нужно Для развития Самого человека А есть потребности Деградационно-паразитические Которые чем больше Удовлетворяются Тем это хуже Для самого человека И тем это хуже Для государства Для общества К сожалению У нас сегодня Нет такого Разграничения А вы должны Это иметь Для себя Потому что Сегодня у нас Основной показатель Какой? ВВП Паловый внутренний продукт А что такое ВВП? Алкоголь Табак Наркотики Оружие Вывоз газа Вывоз нефти Это все ВВП А что нам от этого лучше? Что стали больше водки Разливать Что стали сигарет Больше делать Что вывезли у нас нефть Вот это Как бы Проблема Которую вы На своем уровне Все-таки должны Различать Это когда придете К руководству Страной А ваше поколение Придет А страна изменится Я вам потом Один слайд покажу Она изменится Через 10 лет Вот поэтому Вам нужно Очень четко Вот это понимать И иметь чувство Различения Чувство меры Даже Вот эти Демографические Обусловленные потребности Если они удовлетворяются Через край То они тоже Наносят вред Вот Ну и вот Формирование Общества потребления Такого нелепого Безмерного потребительства Которое Разрушает Личность человека Началось В общем-то В 20 веке Наиболее активно Вот Зигмунд Фрейд Его племянник Эдвард Бернейс Если Поинтересоваться захотите Тоже в интернете Прямо набирайте В Яндексе Век эгоизма И там есть вот эти фильмы Можете посмотреть Век эгоизма Это о том Как Бернейс Запускал Вот эту алгоритм Общество потребления Когда он Отвязал Разумные Функциональные Взгляды На те или иные вещи И привязал их Просто К Чувствам К инстинктам К Совершенно Не связанным С разумом Вот Ну я вот сегодня Рассказывал Так в узком кругу Что началось у него С эксперимента Который он назвал Факел свободы Делал он это По заказу Табачных компаний Которые естественно И сегодня Основную кухню Варят При формировании Матрицы Средств массовой информации Вот К нему обратились Табачные компании Вот Мы теряем половину рынка Женщины не курят То есть В ту пору Не было ни одной женщины На земном шаре Которая бы курила Это естественно Почему И вот вы как В общем Багарарном университете Обучаясь Это должны конечно знать Это не надо быть ученым Если мама курит То это сигнал Будущему ребенку Если Он находится в утробе По прекращению Развития рода Почему Потому что Природа просто так устроена Если ребенок Плод развивается И ощущает Что мама живет В газовой камере То есть она Дышит не Естественным воздухом А какими-то газами То дается сигнал На блокирование Функции продолжения рода В той или иной степени И ребенок Уже будет ущербным С точки зрения Продолжения рода А во втором Третьем поколении Гарантированно Только из пробирок Или какие-то другие проблемы Но не может быть Полноценного Продолжения рода У девочки Которая курит Поэтому Ребята Вот у вас здесь много Никогда не мерите себе В жены Девочку Которая курит Если не хотите Обрести себя Потом на проблемы Потому что Самое большое счастье Это иметь Здоровых детей Нормальную семью Если у вас этого нет То никакая работа Ничего не скрасит Ваше понимание Вот Поэтому Вот Этот Значит Эксперимент К чему свел Вот Фатил свободы Он собрал Значит Чтобы как-то Женщин Приобщить к этому делу Всех звезд Америки Разорание Распиарили Все фотокорреспонденты Всех городов Присутствует Подиум Самые знаменитые Женщины Америки Выходят Одномоментно Достают сигареты Каждая Зажигалку Зажигают Закуривают И значит Все это под камеры И все Одного факта Было достаточно Чтобы запустить это На всех женщин Земного шара Потом И женщины Утратив развлечения Начинают применять Вот эти яды Ладно бы против себя Против своих детей Вот в чем дело Они удар-то наносят Почему генное оружие Более опасно Чем военное Потому что оно Стреляет в детей И во внуков А не только в вас Вот в чем проблема И точно так же По всем остальным делам Одежда Ну одежда была Понятно для чего нужна Да Потом она стала предметом Автомобиль Для чего нужно Ну чтобы передвигаться Куда-то Нет Он стал предметом понтов Да Вот кто круче То есть это Связки произошли На таком эмоциональном уровне Совершенно нерациональном Вот так было запущено Общество потребления Ну вот что касается питания И предрасположенности К тяжелым заболеваниям Это вы Я вот Ну пожалуй Я прочитал наверное сотни книг И в Японии И в буддистских странах Я практически все страны мира посетил Поэтому я вам говорю Не просто так вот С кондачка А очень многое проверил на себе Ну в частности питание Я вот последние 20 лет Может быть так изменил Там систему питания Я вам скажу так Что 20 лет назад У меня проблемы Там, там, там Почки Это Вот Врачи Ну что вы хотите возраст Сейчас мне 70 Но я вас уверяю Что после этого У меня все прошло То есть теперь у меня Никаких проблем А только благодаря Аплодисментов-то Можно и не стоит Я просто хочу сказать Какова сила природы Ведь я был партийным работником Я работал секторем Ленинградского горкома партии Туда, если ты не пьешь То не брали Это значит Или больной Или предатель Выпьем за Родину Выпьем за Сталина И так далее Это фильмы все Песни, пословицы, поговорки Они зомбируют нас На потребление алкоголя Моя родная Псковщина Чем истреблена? Алкоголем только Мужики вот так О, русский С стаканом И без закуски И вот они Да, вот я такой Ну вот Разводят нас на это дело Мы пронарядили все фильмы За всю историю кинематографа Вот на ящик коньяка Спорю, если вы мне находите Хоть один фильм Где нет рекламы алкоголя Нет таких фильмов Начиная с первого фильма И кончая последним Обязательно алкоголь Обязательно табак А уж последний фильм Я не говорю Прокуроры, бандиты, следователи Раз, потом налили Потом поехали Значит на задержание Вот Это вы думаете Просто так Отделать нечего Это и есть матрица Ребеночек растет И у него каждый день Вот эти картинки перед глазами И он к 17 годам Уже видит это как норму Читаю лекцию Вот недавно Своим студентам Первокурсникам Ну вот Про табак поговорили Вот там Ну да, да, да Потом про алкоголь Потом стоит студент Такой Ну вы уж совсем Но я понимаю Табак Но алкоголь Это же полный бред Ну как Что же вы говорите Как это алкоголь И он значит Вот мешает нам жить Ну это же Ну вот понимаете А ему же возраст еще 17 лет А он уже все Алкоголь к 17 годам Воспринимает как Материнское молоко Как атрибут бытия Он считает От рождения Ему уже там Это боженька там Вложил там Не знаю куда Вот эту мысль Что ну как Лишь бы дожить там До совершеннолетия А там начнется Счастливая жизнь Вот Поэтому это матрица Это элементарная матрица И вы должны Вот эту матрицу Развлечать Китайское исследование Тоже набираете В интернете Китайское исследование Там смысл в чем Ну один только Пример приведу Он проводил Мощные эксперименты За всю историю Самые многочисленные Десятки тысяч людей Были задействованы И мыши там И все остальное Было мощнейшее В одной из стран Заболевание онкологией Значит проанализировали Оказалось Из Соединенных Штатов Завозили арахис Когда он плесневеет Там канцероген образовывался Ну начали проводить исследования Взяли Две большие партии мышей И каждую из мышей Заразили Вот этим канцерогеном Потом Одну партию мышей Кормили Только растительной пищей Вторую партию мышей Только Животной пищей Та Которая потребляла Растительная пища Ни одна Мышь не заболела Онкологией Ни одна Та которая Потребляла Животную пищу Ни одна мышь Не осталась живой Все без исключения Заболели онкологией Понимаете когда речь идет там два процента туда Три сюда А это вот так Сто процентов там И сто процентов здесь Поэтому мое глубокое убеждение Что основные наши проблемы Это в том что мы Вот на уровне ноя Уже были перепрограммированы И не поняли Чего вообще С нами происходит Вы понимаете что такое Животный белок Животный белок Когда попадает в организм Это белок Чуждый нашему белку Мы же не можем Белок барана Встроить в собственно Живой белок Мы можем только Разорвать его На аминокислоты А потом Какие-то аминокислоты Уже абсолютно В другой последовательности Вот как-то скомпоновать Но мы потребляем В лучшем случае Проценты Из того что там было Все остальное На лоз уходит Целенка и барана Вот поэтому Еще раз говорю Что это я вам просто говорю Чтобы вы понимали Вот эту матрицу Я не даю вам никаких советов Упаси бог Как вам питаться Это личное дело каждого Но вы должны И меня послушать И почитать что А потом принять Для себя решение Уже как вы считаете Я говорю вам Из своего собственного опыта Что я на этом убедился Очень капитально Обстоятельно И серьезно Ну и конечно Как я вам говорил Развлечение Чувство меры Тип психики Культура Истинная А не то что нам навязывается И цель системы образования Вы помните Фурсенко выступая На Селегере Как-то сказал Основная проблема Дословно Основная проблема Советской системы образования Была в том Что они хотели Вырастить человека Творца А наша задача Состоит в том Что мы должны готовить Человека потребителя Вот Вот к счастью Сейчас новый Министр образования Васильева Она началась с чего Она сказала Что наша система Должна переформатироваться С выращивания потребителя На выращивание творца Вот Ну Об этом же Кстати Глава Курчатовского Института Михаил Леонидович Ковальчук Он вы знаете Такой Верегириальный лидер Научный сегодня В стране Он выступал В Совете Федерации Тоже если хотите Послушать Ради бога Там Значит Наберете Если в интернете Теория заговора Обсуждается В Совете Федерации Так Все газеты Потом выскочат Как бы его Немножко Так и порочить Теория заговора Обсуждается В Совете Федерации Это сохранилось Все набираете Там Его выступление О чем он говорит Он говорит о том Что Основная задача Которая решается В рамках Ныне господствующей Концепции Это вырастить Человека Служебного То есть Идет Целенаправленная Подготовка Принципиально Новой породы Людей Просто как Вот генетики Выводят Там Так сказать Новых животных Так и здесь Речь идет От подготовки Нового человека Так вот Моя лекция Для того Чтобы из вас Не получился Вот этот продукт В чем особенность Этого человека Служебного Который должен Обслуживать Золотой миллиард Первое Ограниченное Самосознание Он не должен Понимать Вот всего того О чем я вам Рассказываю Второе Контролируемое Размножение Это ЛГБД Сообщество И все остальное То что сейчас Навязывается Третье Это дешевый Корм Таких людей Надо дешево Кормить А это что такое А это Генно-модифицированные Продукты Вот это все Подробно У Валентины Ивановны Матвиенко На Совете Федерации Докладывалось И вы должны Понять Что это Я вам не сказки Рассказываю Это вот По данным Квальчука Это основное Что сегодня Делается в мире Выращивание Специальной породы Людей Которые будут Фактически Рабами Но самый сильный Раб Тот Который не осознает Своё рабство Вот Вводят Такие абсолютно Аномальные Асоциальные явления Будь то Гомосексуализм Будь то Значит там Ганнибализм Будь то Значит Какие-то Другие абсолютно Неприемлемые процессы Это всегда происходит По одному И тому же Как бы Сценарий Вот этот сценарий Описал Джозеф Авертон Это его фамилия И технология Называется Окно Авертона Точно так же В интернете Набираете Окно Авертона И можете там Это всё посмотреть Там подробно Расписано И что же такое Окно Авертона Оно предусматривает Шесть этапов Вот вначале Берётся какое-то явление Оно находится В состоянии Абсолютно немыслимо Но я вам скажу Вот Когда ещё Моя выгодность Когда я работал Ну гомосексуализм За него давали Семь лет Да И при мне Там вот у нас Значит Режиссёр Театра юного зрителя Был усуждён На семь лет Как раз Вот Так Значит Получается Что Когда-то Это явление Было абсолютно Неприемлемо Потом о нём Начинают говорить Критиковать Как-то Появлять И говорят Что это Оооо Это радикально Потом Приемлемо И тут же пишут Британские учёные Доказали Да Это прием Такой стандартный Британские учёты Доказали А вы знаете А вот там был А вот Чайковский Там что-то такое А вот ещё Начинают какие-то Приводить Бредовые Там Исторические параллели Что Да вы знаете Вот это Там Такое-то племя Там оно вообще Человечина питается И очень вкусно Вроде и там Полезно То есть Могут применить Абсолютно что Но технология Одна и та же Значит Приемлемо Потом разумно Потом популярно А потом норма Для всех Вот На примере Значит Сегодня Многих вещей Связанных С западным образом Жизни Мы это Наблюдаем Почему я вам говорил Что вот У Руси Особая Миссия Русь Сейчас Все страны Земного шара Вы должны это понять Смотрят на русскую Цивилизацию При этом Когда я говорю Русский Я не имею ввиду Национальность Не имею ввиду То что в паспорте Написано Вы должны знать Что русский Это образ мыслей Это мировоззрение Это состояние души Может быть Русский немец Русский татарин Русский еврей Абсолютно понятно Это человек Который по-русски Говорит И мыслит Как-то по-особому Это Я сегодня Читал Сценку Николай Первый С одним из Дипломатов Беседует на балу И Николай Первый У него Спрашивает Как вы думаете Вот это здесь Собрались Это русские люди Ну да Конечно Это русские люди Да вот и нет Вот видите Вот это немец Вот это татарин Вот это грузин А вот там стоят Еврей с молдаванем Он говорит А где же тогда Здесь русские Он говорит А вот все вместе Они есть русские Вот понимаете Русский это собирательное Русский отвечает На вопрос какой Человек может быть Западный Может быть Восточный Может быть русский Русь отличается тем Что она предлагает Миру Иной путь Глобализации Глобализация Процесс объективный Но она может По-разному протекать И вот об этом Наиболее ярко Сказал Тютчев О двух способах Глобализации Он говорит Вот особенность Русской цивилизации Народ это то О чем он мечтает Только мы мечтаем Об этом И вот если говорить О русской цивилизации То вот я вам Приведу Выдержки Некоторые Из выступления Сы Цзиньпина Китайского Значит Лидера Он говорит Прямо Рушится Ем Про союз Терпит Крах Экономика США Все это Закончится Новым Мироустройством И Ключевым Будет Союз Китая И России В будущем А вам Ребята За это Отвечать За то Чтобы Это все Было Правильно Я хотел Вам сказать Когда Говорил Значит О Об оружии Там Так Сказать То Я вам Хотел Сказать О том Что Приоритеты Обобщенных Средств Управления Общином Их всего Шесть Вот Которые Управляют Жизнью И смертью Общественных Систем Самый Слабый Приоритет Это Военное Оружие Шестой По значимости Более Грозный Это Генное Оружие Это Алкоголь Табак Наркотики Еще Более Грозный Это Мировые Деньги Советов Экономической Борьбы Потом Идут Идеологии Религии Технологии Потом Хронологии История Вот Как Вы Свою Историю Понимаете Такое Будущее У вас Будет Кто Владеет Настоящим Тот Всевластен Над Прошлым А Кто Управляет Прошлым Тот Управляет Будущее Будущее Всегда Вырастает Из того Как Мы С вами Понимаем Наше Прошлое И Мировоззренческий Приоритет Поэтому Видите Оружие Геноцида Оно Пятое Лишь По Значимости Но Управляется Деньгами Идеологиями И так Далее Вот Это И есть Матрица Которая Формируется Выше Стоящими Приоритетами Четвертым Третьим Вторым И первым А Если Смотреть Вот На Эти Первые Два Приоритета Пятый Шестой Это Материальное Оружие Которое Можно Руками Потрогать А Все Остальное Это Уже Информационное Оружие И его Нет В материальном Виде Но Это Гораздо Более Грозная Информация Вот И Если Посмотреть Вот На Пятый Шестой Приоритеты То Посмотрите Вот На Шестом Приоритете Пистолет Там Винтовка Пушка Пистолет От пушки Чем-то Отличается Функционально Ничем Убойная Сила Разная Вот Точно Так же Если Вы Это Поймете Вы Измените Свою Судьбу В генном Оружии Нет Разницы Вот В этой Линейке Там Шампанское Пиво Вино Марихуана Героин Это Все Убойная Сила Просто Разная И Вот В этом Основная Проблема Чтобы Уличить Это Как Генное Оружие Вот И тогда Становится Иная Судьба Для Людей Которые Распознали Эти Средства Как Генное Оружие Вот Я Хотел Спросить Мне Интересно Тоже У вас Вы Все Так Аграрный Вуз К сожалению Я Сегодня В технологичном Университете Вашем Наступал Ну Может Там Робкие Ребята Оказались Но Ни Одну Руку Они Не Подняли В ответе На Мой Вопрос Я Вопрос Такой Задал Вот Я Как-то Была у меня Программа Называлась Что шумело В голове У чижика Пыжика Помните Строчки Такие В песне Чижик Пыжик Где ты был На фонтанке Водку пил Выпил Рюмку Выпил Две Зашумело В голове Так вот Что зашумело У чижика Пыжика Вот Если человек Употребил алкоголь И у него Зашумело Вот Я Хотел Ребята Попросить Поднимите руки Кто знает Что зашумело Вот Физиологически Что там происходит Когда зашумело В голове Ну вот Есть Кто-то Из вас Кто знает Так вот Я вам Хочу сказать Элементарные вещи Они в 60-е годы Открыты Тремя Американскими Учеными Совершенно Случайно Они исследовали Кровевращение В головном мозге Через зрачок Через микроскоп И вдруг Обнаружили Смотрит Человек живой А у него там Не текут Эритроциты Они какими-то Идут гроздьями Один Второй В 33-го раза Они только поняли Все это было не вполне трезво Так в чем механизм-то Эритроциты Красные кровяные клетки Их миссия Они в легких Впитывают в себя кислород Доходят до ткани Мозговой в том числе Или там До любой ткани Отдают кислород Впитывают у себя углекислый газ Несут углекислый газ Мы выдыхаем Жизнь это кислородный обмен Прекращается кислородный обмен Попробуйте проверить Сколько вы проживете Вот Что такое алкоголь Когда алкоголь попадает в кровь То он нарушает Липидный слой Липид от слова жир Английская Жировая смазочка Вокруг эритроцита Ну обезжиривает поверхность Папа там видели Может как паяет Там почек в спирт Обезжиривает Так вот Когда алкоголь попадает В кровь То эритроциты Обезжириваются А жир Это только проводящая поверхность И Когда они трутся О стеночки сосуда Они получают Маленький Отрицательный зарядик И поэтому Отталкиваются Друг от дружки Помните уроки физики С абонитовой палочкой И они не могут С друг Другом соприкоснуться Но когда попал алкоголь Происходит обезжиривание И вот эта реальная фотография На следующем слайде Эритроциты Начинают слепаться Друг с другом Образуются Вот такие сгустки Это называется Эффект виноградной грозди Когда они текут Не поштучно А в виде таких сгустков И вот теперь Представляем себе Посчитайте время Когда у вас Зашумит в голове Человек выпил Попадает в желудок Всасывается в кровь Потом значит Кровь Доносит это До головного мозга И в головном мозге Что происходит А в головном мозге Чтобы вы знали Капилляры По диаметру Меньше Размера эритроцита Эритроциты Пролезают По этим сосудам Только Изменяя свою Геометрическую форму Они вытягиваются И пролезают Отдают кислород Углекислый газ Забирают За счет этого Мозг живет Теперь Подходит тромб Вот сосудик Вот такого диаметра А тромб Вот такой Он подошел И вот здесь застрял А дальше Ему не пройти А тогда Вот здесь Вот этот микроучасточек Головного мозга Который здесь остался Туда кислород То не поступает И вот этот микроучасточек Физиологически погибает То есть Ну как обычно В мозге Образуется Мертвая ткань Из погибших эритроцитов И вот когда Мозг умирает Вот тогда Человек И испытывает Зашумело в голове Если хоть что-то Зашумело Это означает Процесс гибели Отдельных микроучастков Головного мозга Ну то есть Нервных клетчих Которые мы думаем И казалось бы Ну если образовалась Мертвая ткань То она должна была бы Как-то Ну дальше Разложить весь мозг Нет этого не происходит Почему? Потому что Спохмела избыточное Количество жидкости Она как спрынцовкой Промывает мозг Создается Повышенное давление И мертвые эритроциты Отрываются От живой ткани Это синдром похмелья А потом Как они Они выводятся Лимфа А потом С мочой Выводятся наружу Поэтому не знаю В вашей местности Известна ли была Такая поговорка Но В моей местности Она была Широко распространена О некоторых людях Говорили Все мозги Про писал Если их мельчить Немножко Это не фигуральное выражение Это абсолютно Точная Физиологически Выверенная фраза Это врачи Высочайшего уровня Сказали Что вот это Вы можете произносить Ну как бы Как стопроцентная аксиома Потому что Когда мы С педентов Я направлял Значит Патологоанатом Вскрывается Черепная коробка Алкоголика Погибшего Там мозг Весь в крапинку Как будто Моль сожрала Это вот Такие пробоины Которые Вот Образовалась Мертвая ткань Потом Эритроциты Нейроны Вот эти Мертвые Погибшие Как-то Поэтому Вот по сути Алкоголь Это насилие Над мозгом А что такое интеллект Интеллект Это цепочки Из нейронов Вот Ну То же самое О пиве Особенно Хотелось бы вам сказать Что Нет более опасного Напитка Чем пива Почему При соединении Хмеля и солода Образуется Хитоэстроген Эстроген Это женский Половой гормон Хитоэстроген Это природный эстроген То есть Который Ну Природа Генерирует Если Пиво Употребляет Женщина У нее Прекращает Работу Вот эта Гормональная Система Женская И она становится Мужеподобной Потом В перспективе Мужчина Начинает Потреблять пиво Он становится Женоподобным Вот Присматривайтесь Еще раз говорю К природе Очень внимательно Почему Соловей Поет Весной Как вы думаете Очень короткое Время Кстати Почему он поет Он поет Потому что В это время Самочка Высиживает Птенцов И основное Воспитание Происходит В утробе Матери Запомните Ребята Вам главное Чему вы должны Еще научиться В университете Семьи вам нужно Создать Или в университете Или после университета Сразу А это самое главное Так вот Вы старайтесь В будущей семье Жить так Как соловей Живет Жене Когда она Вынашивает ребенка Можно только Вот соловьиной трели Добрые слова Говорите Прочее Любое ваше слово Оно отражается На здоровье На самочувствии На будущем Вашего ребенка Поэтому соловей Если бы не пел То появлялись Безголосые птенчики Вот Поэтому Вот в природе Очень много Можно научиться Ну и завершая Я вам хотел Сказать что Главное что Управляет Вашим здоровьем Вообще Нами Это Вода Вы знаете Что вода Ну От 60 до 70 процентов В нашем возрасте Уже мы состоим Из воды Для того чтобы В чем наша проблема Потому что Грязная вода И в клеточках И в межклеточном пространстве А как воду надо заменить А надо гнилую воду Как-то немножко вытеснять А свежую воду подавать Так вот Вы знаете Что из кофы Из чая Система нашего организма Не может взять Ни одного грамма Для Регенерации крови Для регенерации Других каких-то жидкостей Потому что Из чая Невозможно Ничего извлечь Можно извлечь Только из H2O Если вы выпили Кружку чая То как минимум Два стакана воды После этого выпейте Потому что Чай Обезвоживает организм Он выводит А почему же тогда чай Каждое утро чай Потому что это бизнес Вот Я вас учу Различать Вот эти события Увидьте Что такое чай Что такое кофе Это деньги Это колоссальные деньги Русь никогда не пила Этот чай Нужно питаться Только плодами Своей земли Как-то Христос В свое время Сказал Зарборскому Куцу Каждый народ Должен питаться Плодами своей земли Несчастлива та земля Которая не кормит Свой народ Вот где родился Там и пригодился Пейте только то Если уж хотите Вот настой Каких-то трав То что у вас Под ногами Вот это вам Действительно Миллиардов долларов То есть это Опять деньги Поэтому Вас на это дело Тоже будут Всячески Разводить Вот если вы Обеспечите Гидробаланс Вот у меня знакомый Он давно занимается Восстановлением Гидробаланса Ну то есть вода Она должна Свободно Туда-сюда перетекать Если она чистая И замещается Температурный режим У нас нормальный 14 градусов Вот 21 Плюс 7 И минус 7 Остальное холодно Или жарко А у него Вот этот Температурный баланс 40 градусов То есть у него Нет одежды У него рубашка И чтобы не выглядеть Смешно Когда мороз на улице Он одевает Плащик такой легкий И все У него другой одежды Просто в принципе нет Он при минус 10 Чувствует себя Абсолютно комфортно Почему? Потому что Обеспечен гидробаланс Видели как кровь Раз Заназовели щечки Да? Потеплее стало И так далее Так же и вода Она бы перемещалась Если бы она была чистой Ну и Значит Тоже просто адрес Вам оставлю Рушель Благо У нас есть Институт Народной медицины И музыкальной терапии Самое мощное Средство оздоровления Это музыка Причем народная Музыка какая полезна Которая мелодику содержит Какая вредна Там где только ритмика Бум 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 А мелодия не слышно Вот эта музыка Разрушает мозг И делает Человек Таким Способным Только На короткорезанные мысли Вот И Каждый звук Он влияет на ту или иную часть тела Можно ходить к врачам А можно вот тот звук Который у вас По секундомеру Засеките Если какой-то звук У вас Плоховато тянется Распивайте его И у вас пройдут все болезни Точно так же Каждый музыкальный инструмент Поэтому слушайте Симфоническую музыку Серьезную музыку Каждый музыкальный инструмент Он На уровне Значит Уже Звуковых колебаний Лечит ту или иную систему Поэтому Для того Чтобы у вас сложилась Судьба Интересная Для того чтобы Прожили жизнь Счастливо и удачно Старайтесь Жить по-божески А жить по-божески Это значит Не причинять вреда себе Вот если вы хотите Жить по-божески Человек вред себе Причиняет Бог ему не поможет Не причинять вреда Окружающим вас людям Не причинять вреда Мироздания И Верить Богу Верить в Бога Это одно А верить Богу Это совершенно другое Вот я отношусь К людям Верящим Богу То есть я искренне верю Что если я Буду делать что-то По-божески То Бог Начинает меня Уводить от разного Рода нехороших вещей Вот я вам один пример Приведу Поезд который Разбился Москва Санкт-Петербург Помните Диверсия была Взрыв Три человека Имели билеты На этот поезд Мои ученики Ну не по возрасту А так по жизни Ни один из них На этот поезд Случайно не попал Вот таких случайностей Я могу приводить Десятки Потому что случайности Я начал На некотором этапе Жизни анализировать И еще раз Хочу повторить Ту же фразу Случай Это псевдоним Бога Когда он не хочет Подписывать Своим собственным именем Или в Коране сказано Бог не меняет Того что происходит С людьми Пока люди Сами не переменят То что есть В них То есть если случайности У вас хорошие Ну слава Богу Дай Бог Что все будет так и было Но если вас Что-то не устраивает Одно Второе Третье Имейте в виду Что это Бог Вам говорит Изменись В себе Что-то И пока ты В себе Это что-то Не изменишь У тебя Будут продолжаться Такие же случайности Завершить свое выступление Я хочу Стихами Пушкина Наш университет Находится Вот вокруг Пушкинского лицея Не могу Сегодня говорить Пушкине Потому что Пушкин Ну это хотя бы Пару часов Да Вот Но Пушкин У меня в моей книжке Она в этом году вышла У меня несколько книг В этом году вышла Одна из них Россия Альтернатива Апокалипсису Вторая Глобальное управление Человек Как выйти из матрицы Они есть Можно почитать И в интернете И на зоне В продаже Вот Там есть глава Пушкин Как пророк Русской цивилизации Пушкин Вовсе не сказочник В любом его произведении Всегда закодированы Какие-то глобальные Социальные явления Или большие массовые Люд Милый Люд Милый Куда Люд Милый Наносили В страну Полночных гор Швейцария Кто уносил Карла Длинной бородой Борода Это символ Ростовщичества Один нефть качает Второй Деньги печатает Кто Бород выносит Карлики Банкиры Что Руслан Хочет Высвоить Людмилу Кто встает На пути Голова Это интеллигенция Она отдельная Народ Отдельно Прокидывает Голова Там что Меч Меч Это символ Знания Развлечения Даже Когда В спецслужбах Читал лекции Ребята В вас кинжал Не для того Чтобы колоть А для того Чтобы думать Мечом овладел Карл Бород Обрубает А у Карла Вся сила В бороде У Европы Ни леса Ни нефти Ни газа Ничего Кроме Этой обманки Евродолларовой Пушкин Это все Раскрывает По любому вопросу То что Говорил Скажем Зомби Биробот Пушкин Говорит Он шумом Внутренней Тревоги Был оглушен И так Он свой Несчастный Век Влачил Ни зверь Ни человек Ни то Ни сего Ни житель Света Ни призрак Вот почему Я хотел завершить Своё выступление Короткими стихами Пушкина Пусть они будут Адресованы Вам Как людям Вот посвятившим Себя благому делу Вашим преподавателям Прежде всего Вашим родителям Многие простые люди Живут именно так Как написал Пушкин Они не рвутся куда-то В депутаты В миллионеры Вот Пушкин об этих людях Пишет так Недорого Целую я громкие права От коих Не одна Кружится голова Я не ропщу о том Что отказали боги Мне в сладкой им части Оспаривать налоги Или мешать царям Друг с другом воевать И мало горя мне Свободна ли печать Морочит Олухов Или чуткая цензура В журнальных замыслах Стесняет Благура Все это ведь Слова 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 Иные Лучшие мне дороги права Иная Лучшая Потребна мне свобода Зависеть от властей Зависеть от народа Бог с ними Никому отчета не давать Лишь богу одному Служить И угождать Для власти Для ливреи Не гнуть ни помыслов Ни совести Ни шеи По прихоти своей Скитаться Здесь и там Дивясь божественной Природы Красотам И предсозданиями Искусств И вдохновения Трепеща Сладостном Восторге Умиления Вот счастье Вот права Вот такого счастья Я хотел бы пожелать Всем присутствующим В вашем зале Всем вашим близким Будьте счастливы Попушкин Если вдруг какие-то Такие общие вопросы есть Можно задать Но я могу на некоторое время Задержаться Иногда такие вопросы Бывают Люди лично Не хотят Задавать их Поэтому пожалуйста Если есть вопросы Здоровые друзья Есть вопросы Виктор Алексеевич Есть да? Нет? Я хочу вас посылать Хорошо Ну У вас остается Право и возможность Подойти Вот сейчас Если кого-то Что-то интересует А я вас Подвигая на это Хочу сказать Что Не задал вопрос Вы потом Долго будете Мучиться И не иметь Ответа На то Что вас Сегодня затронуло И заинтересовало Поэтому Иногда Вот молодые люди Особенно Они В силу психологических Каких-то своих Мировоззреческих Позиций Думают Что вопрос Задать Смотришь Люди такие Титулованные С определенным уровнем Образованности Может оказаться Неуфлюжим Нелепым Наивным Или вообще глупым И это нам Мешает жить Нам не хватает Непосредственности И Реализация Собственных Эмоций Через Осознание Или Освоение Той мысли Через слово Поэтому Не надо Никогда Стесняться Задавать вопросы Важно Чтобы они Себе Внесли Ну Такое Искреннее Начало Чтобы это Не был Вопрос С подвохом Вопрос На который Ты уже Как думаешь Знаешь Ответ Или вопрос Который Должен Кого-то Поставить В тупик Пусть Этим Занимаются Политики А нормальный Человек Должен Для себя При всякой Возможности Прояснять Как есть Как я это Воспринимаю Как это Может быть Какие От этого Могут быть Последствия Поэтому Вот если Возникли После моих Этих Дополнений По поводу Вашего Сегодняшнего Здесь Присутствия И возможных Вопросов Вы тогда Подойдите И Задайте А в целом Я хотел Поблагодарить Виктора Алексеевича Он Специально Проделал Долгий Путь Из Санкт-Петербурга В Москву И Для того Чтобы Приехать И Специально Выступить У нас Перед Молодежью Перед Студентами Преподавателями Вознаменование Вот Такого Важного Мероприятия Форум Науки Который Сегодня Проводился Силами Вузов Белгородчины Под Патронажем Администрации Белгородской Области И Департамента Кадровой Политики С участием И Наших Студентов Студентов Других Самодеятельных Творчествах Школьников И Так Далее Поэтому Вот Ради Того Чтобы В течение Часа с Небольшим Донести Свою Мировоззренческую Позицию Опыт И Понимание Сегодняшней Сущности Виктор Алексеевич Пролетел За С двумя Пересадками Более Чем За Тысячу Километров Поэтому Давайте Мы Поблагодарим За интересную Лекцию Он Очень Разнообразный Разнообразный И Разноплановый Лектор Вы Его Лекции Можете Открыть В свободном Доступе В Ютубе Я Вам скажу Что Это Такое Увлекательное Слушание Потому Что Ну У него Разноплановое И опыт И Знание Многих Моментов А не Оригинальное Ну А самое Главное Мы Устроены Так У нас Определенное Ленивое Начало Присутствует Когда Надо Искать Книги Читать Интернет Это Труда Стоит А Когда Взял Открыл Включил На Вот Этот Треугольник В Правильном Направлении Сел И Слушаешь Смотришь Как Нибудь За Дорогой Или За Чашкой Чая Которую Как Говорят Не Всегда Надо Пить На Подкорку Закачали Себе В Сундук Знаний Вот Некую Информацию Потом Смотришь В Определенный Критический Момент Может быть Гром Грянет И Эта Информация Вдруг Вовремя Окажется Для вас Как Полезное Руководство В действии И так Бывает Спасибо Великобритей Всего доброго Редактор субтитров Продолжение следует...